Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Инвестиционный банкир Герцог Унганев на студии. Добрый день. Добрый день. Премьер-министр Кришинист Карин, вступая в должность, премьера объявил капитальный ремонт финансового сектора. Какое-то время прошло. Как вы оцениваете этот процесс и действительно ли, на ваш взгляд, банки изменились довольно существенно? Ну, как говорится, за ночь ничего не изменяется, в принципе. Понятно, что внешние признаки, то есть сменено руководство надзора. Понятно, что сейчас скоро сменится руководство Банка Латвии. И так вроде бы тоже выглядит, что есть политическая воля, по крайней мере очень серьезная, чтобы объединить надзор с Центральным банком, вернуть надзор в Центральный банк. В принципе, вы согласны с этим? В большинстве стран, по-моему, что-то подобное существует, да? Ну, мне кажется, что это, конечно, сейчас вопрос будет решен политически, с лозунгами. Но я не уверен, что, конечно, надзор и Банк Латвии, в принципе, две разные функции выполняет. И проблема в том, что проблемы с банками, они всегда были, есть и будут. В том смысле, что есть бизнес-цикл, и, как правило, в какой-то момент этого бизнес-цикла всегда у банков будут потери. И пока в Латвии еще достаточно много банков, рынок забанкован, и понятно, что бизнеса меньше, чем банков на данный момент после этих всех изменений, то банки будут исчезать и закрываться. То есть, все-таки этот процесс неизбежен, да? Ну, в какой-то мере, да. Он неизбежен, наверное. И, соответственно, каждый раз, когда это происходит, взоры всех будут направлены на центральную банку, говорить, как же так, как же так, как вы не углядели, пропустили, и кто же за это должен быть ответственным. И мне кажется, что это абсолютно неправильно, потому что надзор может делать свою работу хорошо, центральный банк должен отвечать и за экономическую ситуацию, и фактически предоставлять здесь европейский центральный банк, и так далее. И, ну, требовать ответственность президента центрального банка за эту банковскую ситуацию, что политически всегда будет происходить. И с точки зрения этого, мне кажется, что создает ненужную такую напряженность и мешает этой системе хорошо работать. Вот мы понимаем, что сейчас банки, как вы правильно заметите, должны меняться. Происходит, может быть, процесс, не знаю, оптимизации. До слияния еще дело не дошло, но, может быть, и будет. Потому что недавно мы наблюдали такую интересную картину. Совместная пресс-конференция, наверное, на редкий случай трех банков, небольших, но, тем не менее, трех коммерческих банков, которые объявили о новом направлении, так можно сказать, в бизнесе, кредитовании. Это, по-моему, Сигнет-банк, Блуоранш и БИП, если я не ошибаюсь. Это что значит, что банки все-таки будут пытаться вместе кооперироваться в это сложное время? Я думаю, что из тех, значит, у нас есть скандинавские банки, в принципе, но сейчас есть американские вроде бы, принадлежащие американским инвесторам, скажем так, не стратегическим, а финансовым инвесторам, два банка. И мы отдали этим банкам, иностранным фактически, или принадлежащим иностранцам, мы отдали весь домашний банкинг, то, что называется domestic banking на английском. Ну, местных клиентов. Местных клиентов, местный бизнес, в принципе. Это и физическая лица, и юридическая. И эти, ну, это другая часть, которая раньше, вот, говорили, там, занимались нерезидентами и так далее. Да. А после всего того, что произошло с, ну, ситуацией в России и с Моневалом, сейчас понятно, что никаких нерезидентов они толком обслуживать уже не могут в большинстве своем, или не могут делать, по крайней мере, ту часть бизнеса, которая была очень рентабельна и удобна, и выгодна. Соответственно, ну, должны происходить изменения, и, ну, будет ли это объединение. Ну, из этой группы, скажем так, явно, наверное, есть те, которые выживут, и есть те, которые не выживут. Там есть, наверное, кое-кто, кто попытается свой бизнес, у которого есть, у кого есть владельцы состояния перенести этот бизнес из Латвии куда-то в другое место, там, в Швейцарию, или Люксейбурге, или Лихтенштейн, или еще куда-то, да, те его перенесут, но из тех банков, которые остаются, вот, и которые исторически занимаются нерезидентским бизнесом, часть, ну, конечно, у них будет трудно выжить, а часть собирается конкурировать и выживать в этих условиях. И это, наверное, мы видим, что, ну, те, которые меньше были завязаны на тот исторический нерезидентский бизнес, не успели или не хотели, или уже занимались чем-то другим, у которого не раздуты там штаты и расходы, и нет каких-то там, и шкафы не настолько полны скелетов, да, те могут попытаться выжить. И я думаю, что это первая ласточка, мы видим, что тех, которые заявляют, что вот мы будем в новой обстановке, мы будем конкурировать на местном рынке, мы будем конкурировать на европейском рынке, и предоставлять услуги, и будем выживать, в принципе, и имеем на основании. Объединение, я в объединение особенно, к сожалению, не верю, это может произойти только под нажимом, То есть, это должно государство или надзор нажимать. А так разные акционеры, разные кредиты, разные акционеры, разные истории, разные обещания, ну, это там масса всего, что очень плохо объединяется. И плюс сам факт объединения ничего там не решает. Вопрос, где брать клиентов, и как предоставлять рентабельные услуги. Вот, конечно, тяжело всегда говорить, что было бы, если было бы, ну, если бы, допустим, не знаю, правительство не изменило бы вот эти вот правила игры, и все бы оставалось так, как прежде, вообще банки могли продолжать работать так, как прежде, или такое внешнее давление было настолько сильным, что все равно и без латвийского правительства изменения бы происходили? Ну, риск был такой, если Латвия бы не пошла на эти изменения, то, наверное, могла бы получиться ситуация, что нас бы так постепенно выключали из западной системы расчетов. Даже так, да? Ну, как, фактически из долларов в расчетах нас выключили. То есть, практически на прямых никто в Латвии уже долларов в счетах не имеет, только посредством своих материнских банков скандинавские банки. Но сейчас немножко, возможно, ситуация там улучшается. Но, тем не менее, практически, то есть, из долларов в расчетах нас выключили в какой-то момент. И дальше давление было такое, что вот через Мон и Вал мы могли прийти в ситуацию, что там расчетные карты или расчеты, исходящие из Латвии, они были бы под подозрением во всем западном мире, что, конечно, очень сильно бы усугубило ситуацию и возможности заниматься бизнесом и создавало бы потери и так далее. Так что, фактически, это мера принудительная. Тогда мы должны были рассматривать какое-то там, фактически, отдаление от Евросоюза, наверное, от НАТО даже. Но это такое геополитическое. То есть, находясь и идя тем курсом, к которым мы идем, чувствуя себя в безопасности только как часть Европы и НАТО, мы могли и должны были провести эти изменения в системе. – Вот может ли, не знаю, если рынок освободится, хотя это такое понятие очень относительно, прийти, не знаю, настоящие американские банки, не просто там, где инвесторы, там, не знаю, там, Ситибанк, еще другие? – Ну, надо понимать… – Ну, надо понимать, что Прибалтика вся вместе, Балтийские страны сейчас сколько там, 6-6,5 миллионов? – Ну, максимум, да. – Максимум, да. И продолжает сокращаться, в принципе. Ну, почти уже сокращение, конечно, там упало и, наверное, упадет до нуля, и начнется какой-то рост, но тем не менее. То есть, рынок, ну, почти два раза меньше шведского чисто по числу жителей, имея в виду состоятельность людей, то есть, вообще он, ну, существенно меньше Финляндии и так далее, да. Ну, сам по себе существовать можно, но он еще, конечно, очень отдельный, различный в Латвии и в Эстонии, но понятно, что, в принципе, ну, можно строить там теории наподобие того, что вот Луминор, американские инвесторы, Цитаделла, американские инвесторы, могут же люди там где-то встретиться и договориться, и смысл это какой-то имеет, и те, и другие инвесторы явно в этих банках на время, они хотят оттуда выходить. Покупать, купить, там, Луминор или Цитаделла или объединенный банк, ни один из скандинавов, наверное, уже не может, потому что это слишком большая концентрация во многих рынках, или, по крайней мере, это очень тяжелые были бы транзакции. Соответственно, объединение этих двух структур при каких-то условиях, выход на биржу, кататься и развитие, а потом, ну, они, кто-то их купит, и, соответственно, в какой-то момент заход в этот рынок какого-то игрока исключительно нельзя. Хотя понятно, что зачем они сюда приходят, это должен у этих банков в тот момент все-таки быть достаточно большой, рентабельный, настроенный бизнес, который, тем более, такой, который можно влить куда-нибудь, чтобы не надо его слишком перестраивать дорого. Это исключительно нельзя, наверное, это произойдет. И в этом смысле, ну, вообще, американцы приходят в Европу, потому что они видят, что в Европе очень много банков, там, 3-4 тысячи, и нет лидерства, нет концентрации, и они предполагают, как в других отраслях, например, как в авиации, что должна произойти консолидация, в том числе и в Скандинавии. И в том числе, например, мы знаем, что, ну, время от времени появляется там разговор, например, с СЭБ плюс СВЭД о потенциальных каких-то и так далее. То есть неизбежно будет происходить концентрация, эта концентрация будет отзываться скорее как концентрация и на нашем рынке. Ну вот, фактически, у нас не стало, ну, или почти не стало, вот это нерезидентского банковского бизнеса, но если это, как бы, не пытаемся ли мы сейчас вот в другую крайность вдаваться, потому что, ну, не все, мы же понимаем, что не все нерезиденты, может быть, даже большинство нерезидентов не занимались отмыванием средств, и мы фактически им говорим, что, а, вы граждане России, ну, храните деньги в Сбербанке, помогайте своей стране, мы заботимся о России, об Украине и так далее. Нет такой вот абсурдной ситуации, может, она нам пытается внушить, что все вот нерезиденты там, это и были те, у которых были сомнительные сделки. Ну, проблема в России, потому что понятно, что все эти изменения произошли, потому что Запад, частью которого мы являемся, увидел в какой-то момент такой, ну, скажем, ненадежности и агрессивности России, и, соответственно, стали принимать меры против этого, огоражаться от нее. И, соответственно, бизнеса и люди из России, соответственно, и их действия за пределами России стали под вопросом. Если отношение успокоится в какой-то момент, конечно, и сама ситуация в России изменится, потому что в России все-таки, ну, как говорит мой один хороший знакомый, в России нет денег, в России бабки, да, то есть качество происхождения этих денег, оно такое очень своеобразное зачастую, да, и там вопрос, ну, у кого вообще там есть, кто там создал бизнес, который каким-то образом не связан с государством или покровительством государства и заработал, и реально ли, скажем, отделить и понять, какие деньги там связаны с какой коррупцией, и с какими схемами, еще так далее. То есть, ну, это не отмывка, не знаю, там порядка вот каких-то наркоденек, да, или вот оружия, но, конечно, там проблемы с Северной Кореей, еще чего-то, но заниматься бизнесом и, как говорится, разделять эти деньги и определять это слишком дорого просто, и, ну, в данный момент мы находимся на той стороне, которая просто принципиально не хочет этим заниматься. В долгосрочной перспективе, конечно, мы живем рядом, это Россия наша соседняя страна, и мы всегда будем с ней рядом в этом смысле, и хорошо с ней, как с другими нашими соседями, торговать и строить отношения и так далее, в том числе и банковские. Но надо понимать, что и в мире, да, ситуация изменилась. Ситуация изменилась после 2001 года, после 9-11, да, после нападения на эти башни, Башни Бельницы и войны с терроризмом, да, потому что идет всемирная погоня за грязными деньгами, потому что за ними могут скрываться терроризм, вот, проблемы с распространением ядерного оружия, непладежом налогов, что добавило 2008 год, потому что надо задержать дорогие западные пенсионные системы и государство, и, соответственно, нужно собирать деньги. И, исходя из этого, понятно, что лучше всего банки могут знать своих местных клиентов. И поэтому, как идет сейчас такая реакция против глобализации всеобщей, наверное, идет некая такая реакция против такой очень свободной глобализации денег. Плюс к этому добавляются вот всякие другие новые технологические решения, которые пытаются себя называть деньгами, да, хотя и такими не являются, но используются активно также для каких-то преступных целей и обхода, контроля и так далее. А самое главное, ну, денежная система имеет много задач, но контроль за происхождением денег, за тем, кто сколько как зарабатывает и что с этими деньгами происходит, кто сколько как что финансирует, остается одним из главных интересов государств. И на данном отрезке пока нет решений таких глобальных, как это контролировать. Если будет хорошее технологическое решение, опять, возможно, эта ситуация устаканится, ни у кого не будет проблем, открывай ты свой счет, где ты хочешь. Но, с другой стороны, мы-то и зачастую хотим открыть, или люди хотят открыть счет в каком-то другом месте, чтобы быть подальше от чего-то, подальше от своей там налоговой, подальше от своих бизнес-партнеров и ненавистников и так далее, и так далее, да, и тогда это была совсем другая ситуация. Просто в данный момент эта ситуация вот такая. Да, ну, я так понимаю, что вот, общаясь с многими предпринимателями, уже многие начинают жаловаться, что у них возникают проблемы, я имею в виду у резидентов, то есть, видимо, банки пытаются перестраховываться, если они считают, что есть, на их взгляд, какие-то подозрительные сделки, они просто просят клиента уйти, покинуть банк или давать длительные какие-то разъяснения, предоставлять документы. Не приведет ли это к тому, что вот такая вот, не знаю, предосторожность или такая политика в отношении резидентов, ну, фактически резиденты, мир все-таки, несмотря на то достаточно свободен, будет открывать счета, что уже происходит в Эстонии, в Германии, в Британии? Ну, нет, ну, издержки там и какие-то передержки или что-то... Перегибы, да. Перегибы, они есть. Где лес рубят, там щепки летят, как я знаю. Хотя там есть очень плохие коннотации с этим. Да. Тем не менее, понятно, что сейчас эта компания, она касается, конечно, и тех клиентов иногда, которых она вроде бы явно касаться не должна. И банки просто, ну, боятся штрафов, боятся проблем. Скандинавские банки попали под всю эту ситуацию, терпят убытки и терпят расследование в Скандинавии и в Америке, потенциальные какие-то требования от акционеров, иски и так далее. И они, конечно, сейчас в данный момент лучше дальше от греха. И это получается, что, естественно, есть предприниматели, бизнес которых не такой простой. И попадает в какой-то там, ну, просто он абсолютно легальный и нормальный, но, скажем, тем более сейчас в 21 веке люди зарабатывают по всему миру разными способами, даже когда они это делают абсолютно легально. Так что, ну, я надеюсь, что сейчас с новым руководством надзора, с новым руководством Банка Латвии ситуация и с тем, что все-таки дойдет до конца эти расследования касательно отмывания в Эстонии, которые, ну, мы видим, что самая большая проблема по отмыванию в Прибалтике это в Эстонии, да. И эта волна оттуда, как говорится, покатилась и всех в определенном мере замела. Ну, и что с там ситуацией все-таки разберутся и с скандинавскими банками, соответственно, как-то, ну, я надеюсь, что в следующем году банки поймут, что это все кончилось, то есть надо начинать дальше работать и жить, и все-таки, как говорится, и особенно новое руководство, оно может как-то, ну, как говорится, показать, при каких условиях, как это будет работать, да. Герцунганец в нашей студии. Приверемся буквально на пару минут на рекламу, потом вернемся в студию. Да, вот эти последние, не знаю, проверки или расследования в отношении Светбанка создаются такое ощущение, ну, может быть, это в свете всех последних событий, что просто хотят выдавить один из скандинавских банков просто с рынка Балтии, ну, из Сирии. Ну, одного скандинавского банка нам вполне достаточно. Или это нет такой теории заговора? Ну, не знаю, поживем-увидим, конечно, но, в принципе, конечно, ну, операции из Светбанка и из Светбанка в Прибалтике очень рентабельны и выгодны, и, ну, то, что там исторически, очевидно, были какие-то проблемы, там, 5-7 больше лет тому назад, и, ну, касательно, я понимаю, Светбанка, там, на пару-тройку миллиардов, да, ну, конечно, проблемы были, кто-то должен понести за них ответственность, но я понимаю, что с тех пор ситуация давно изменилась, и там уже давно приняты меры заплачены. Да, это по старым каким-то делам, да. Я скорее на это смотрю, как такой геополитический нажим уже в этом случае не на Прибалтику, а на Скандинавию, потому что вот именно те же самые американские инвесторы смотрят на этот европейский рынок, и под вот этой всей ситуацией с Магнитским, да, идет давление на банки, одновременно, наверное, происходит short selling, то есть там происходят какие-то спекулятивные игры вокруг этих банков с задачей, ну, возможно, заставить их объединяться, кому-то продаваться, консолидироваться, и есть люди, которые собираются на этом выиграть и нагреть руки. И, ну, мы в этой игре все-таки такие статисты должны наблюдать за этим, но понятно же, что, как я говорил, что скандинавские банки имеют очень качественные, хорошие операции, и поскольку мы отдали им на внешнюю услугу наш, как я уже говорил, такой домашний банкинг, да, то, ну, мы от них абсолютно зависим, и ни один из этих банков, о которых мы коснулись, вот, не из Денских, они заменить скандинавские банки не в состоянии, они не имеют… В этом плане мы можем говорить о системообразующих банках, да? Да, это системообразующие банки, так что, ну, если игра сложится так, что, не знаю, например, заставит там СЭП-банк продать операции с СЭП-банку, или наоборот, здесь при Балтийске каким-то образом, ну, посмотрим, но я думаю, что, конечно, там будет и возражение с точки зрения конкуренции и так далее, там много вопросов. Я, ну, как и срочно, я не особенно думаю, что это может произойти, но посмотрим. Ну, вот история с ПНБ банком родила целый ряд, не знаю, вопросов, или, может быть, скрыла какие-то проблемы. Ну, мы понимаем, что, с одной стороны, есть гарантии вкладов по 100 тысяч, да, и понятно, что пенсионеры по-любому попадают под эти гарантии, с другой стороны, ну, мягко говоря, определенные неудобства тем же пожилым людям были созданы. Да, это не самый крупный банк был, но, тем не менее, где-то больше недели вот эти вот пенсии, может быть, какие-то накопления, которые очень важны пожилым людям, вот были недоступны. Ну, на Ваше взгляд, не создает ли это необходимость как-то вот поменять законодательство в том числе? В конце концов, и сейчас все сделки отслеживаются, зачем было замораживать вот эти вот, не знаю, пенсионерские счета? Ну, в этой технической детали я не бы хотел там вдаваться, да? Нет, ну, просто всегда возникает вопрос, а кто за все это отвечает? Потому что, вроде бы, как мы знаем, ПНБ был чуть ли не под назором Центрального банка европейского в Франкфурте, и фактически потом они вдруг сказали, вы знаете, нет ликвидности, закрываем. Ну, да, основной вопрос, это для меня вопрос, в принципе. Почему ПНБ позволили так долго заниматься собиранием вкладов жителей? Да, ведь проблемы были давно. Да, они работали как пылесос, в принципе, они повторили схему Банка Балтии из 90-х. Точно. И тем более, ну, одно, по-моему, на данный момент ясно, что, ну, даже те российские предприниматели, у которых, вроде бы, хорошая репутация, их все-таки близко подпускать к банкам и местным вкладам, ну, как-то опыт показывает, что нельзя, да? Во-первых, ну, и дальше все-таки надо находить какие-то, каким-то образом решения, чтобы не давать небольшим банкам непонятную способность эти деньги использовать, платить высокие ставки по отношению той ситуации, которая есть, и фактически со стороны государства, со стороны всей остальной банковской индустрии гарантировать, если там возникнут проблемы, то их решат. Потому что надо понимать, что мы все, если там, вот, ПМБ банк сошел на нет, у него там дырка 200-300 или сколько миллионов уже сейчас разговоры идут, да, что деньги не будут, понятно, что руководство и владельцев уже не видно, хотя понятно, что кто-то, наверное, эти деньги, явно эти проблемы там создавал и не смог с ними справиться, да, давно уже, это не создалось в 5 минут. Конечно. Это годами там происходило, да, и за эти проблемы мы заплатим все, потому что если в этот фонд вплачивает там Светбанк, Себбанк, Ламинора, остальные все банки, то, чтобы заплатить в этот фонд, они эти деньги заплатим мы, они не кто-то другой, не там дядя Сэм откуда-то, да, это жить в Латвии, мы через комиссии, через кредиты, мы это все заплатим, то есть то, что украли в ПНБ и разбазарили, мы за это все заплатим, и как мы уже касались этого, маловероятно, что все те банки, которые занимались в основном нерезидентским бизнесом до сих пор, сейчас им разрешили вернуться на местный рынок, иначе у них вообще нет никаких возможностей выжить, да, и понятно, что, ну, потерял мысль в процессе. Да, понятно, что, видимо, надо будет следить, как с кладами физических лиц это будет происходить, да, видимо? Ну да, каким образом? Не наступать на эти грабли еще раз и как-то проконтролировать в будущем, и понятно, что все-таки среди этих банков, ну, кому-то еще придется закрываться, и то есть опять придется идти в фонд, который сейчас уже опять практически пустой. Ну, самое интересное, что мы пока не видели, это, наверное, тема для обсуждения, может быть, с юристами, но мы пока не видели уголовных процессов, да, по поводу ПНБ банка, ну, закрыли, закрыли, ну, были нарушения, ну, какого-то инвестора нашли, который не смог пройти вот эту процедуру проверки, но ничего не происходит дальше. Притом, ну, надо понимать, что среди специалистов, которые в банковской среде работают, уже несколько лет задавался вопрос, и все время говорили, сейчас их закроют, сейчас их закроют, там, Норвегбанк вот сейчас их закроет, и это происходило несколько лет, они не могли чистый аудит давно уже дать. Вопрос, кто и почему не закрывал их раньше, не минимизировал эту ситуацию и не контролировал, и есть ли у нас законодательство этим заниматься, или все-таки это законодательство абсолютно беззубое, и, ну, все, что мы можем, это продолжать платить. Потому что надо понимать, что каждый раз, когда это происходит, это будораживает народ, это инвесторов... Приезжает вообще доверие вообще к банковской системе. Да, это создает плохой пиар. Мы в свое время очень хорошо заработали на этих банках, система, как страна, в целом. Конечно. Но сейчас мы несем за это убытки, вот платим, и чем больше мы растянем, конечно, тем выше цену мы за это заплатим. Это я не призываю каким-то образом административно закрывать кого-то, да, но все-таки надзор вот... Очень нужен. ...должен сделать свою работу хорошо. Может быть, это тоже из теории заговора, да, но создается такое ощущение, что, может быть, ПНБ бы закрыли раньше, но это в порядке гипотезы, если бы не история с АБ. Возможно, власти решили или надзорные органы, что два банка подряд сразу же, но это уже слишком. Ну, это как версия. Ну, да, такая версия есть, потому что политики обещали, что вот до выборов там и так далее... Все будет спокойно. Да, и, ну, непонятно, что опять как общество, наверное, мы за это заплатили. Вот такой вопрос, я не знаю, насколько он философский, а может быть, действительно, это вот чистая экономика, но вот мы сказали, что да, из-за всех этих рисков, ну, фактически у нас не будет вот этого нерезидентского банковского бизнеса, мы больше не финансовый центр, не знаю, Восточной Европы, Балтии, но, тем не менее, власти, сказав, вот, не знаю, а, они сказали б, а на чем, в принципе, страна будет зарабатывать, потому что даже сейчас в контексте бюджета государственного, ну, не видно каких-то таких, не знаю, суперидей, каких-то, не знаю, предложений, которым были бы симпатичные инвесторы. Вот как мы инвесторы, как мы как страна будем зарабатывать? Да, люди уезжают работоспособные, миграционная политика у нас весьма жесткая, да, вот как мы будем вообще зарабатывать? Я думаю, что одного такого большого ответа на этот вопрос нету, в том смысле, что, ну, международным финансовым центром, что мы не станем, это стало, наверное, понятно уже в году, на мой взгляд, вот там, в 99-м, в 2001-м. Почему? Потому что, во-первых, ну, значит, уже после кризиса 1998-го года, который отозвался кризисом здесь, 99-го года банковским, да, было понятно, что нашу банковскую систему перенимают скандинавские банки. И скандинавские банки, решение в этих банках принимается в Стокгольме, или там, ну... Ну, в Риге, в любом случае. Ну, в любом случае не в Риге, да, и не в Прибалтике. И, соответственно, скандинавские банки не заинтересованы. И сейчас, тем более, когда Прибалтика для них аукнула с какими-то не только заработками хорошими, но и проблемами, и в 2008-2009 году, и сейчас, то тем более, понятно, что никаких, как говорится, резких движений. Мы из такой финансово-передовой страны, место региона, мы превратились в провинцию Скандинавии, в принципе. Такую прикраничную зону России, с точки зрения Скандинавии. И, соответственно, здесь такая какая-то финансовая инновация, и трудно происходить. Мы видим, что на финтеках, конечно, люди что-то стараются и делают, но финтеки в пределах Латвии и Прибалтики не способны. Только если построить их таким образом, что они сразу выходят за пределами. Прибалтики работают как минимум по всей Европе. Ну, посмотрим, как это будет. Тем более, там добавилось 9-11, и это все уже сошло на нет. Как зарабатывать? Я думаю, что как предприниматели, сейчас зарабатывать на местном рынке возможности нет. Зарабатывать в России, ну, тоже ситуация там уже совсем другая, и кое-кто, кое-что там еще продолжает зарабатывать, но по большому счету надо создавать предприятия, которые вот что-то производят, создают услуги, предоставляют. И, конечно, нерезидентам тоже этот сектор останется. Те нерезиденты, которые готовы здесь держать деньги, и их не двигать, и не прогонять. И работать вообще здесь даже, если такие. Да, потому что надо понимать, что есть клиенты, которые, конечно, себя здесь, в конце концов, по ряду причин, чувствуют более комфортабельно, чем в Лондоне или в Цюрихе. Потому что в Лондоне или в Цюрихе, они все-таки первые, от которых откажутся, и, говорится, которые попадут в проблемы с отчуждением. Здесь говорят на их языке, здесь они более крупные для местных банкиров, и здесь больше уделяют внимания, предоставляют там VIP-банкинг, и private-банкинг, и все возможное. Далеко лететь не надо, часик, и ты здесь, да. Ну да, и с одной стороны, конечно, хорошо быть в центре, там, где есть возможность получить там самый лучший совет по эст-менеджменту, по управлению активами, но в нашем мире в то же самое время фактически получить этот совет здесь, и не так трудно. Так что он не исчез, он просто изменился. Раньше это был быстрый расчетный, Resident Banking, Asset Management, Private Banking, VIP-банкинг останется здесь, в том числе и раньше это вот там 85% исчезло, но те 10-15%, которые остались, они, ну, еще часть исчезнет, но большинство из них все-таки останется, и здесь будет. Ну, просто как на них зарабатывать, это, и сколько будет банкиров, которые смогут на них зарабатывать, это другой вопрос. А будут ли банки, вот как многие ждут, больше кредитовать бизнес? Банки хотят кредитовать вроде бы бизнес, и, конечно, тем более, вот приход на местный рынок этих банков, которые раньше не могли заниматься местным рынком, вот они уже сказали, что там 300 миллионов они будут кредитовать, и, наверное, еще больше. Больше, да. И, наверное, они будут кредитовать те проекты, которые они не кредитовать сейчас в скандинавских банках, да, и больших. Так что в любом случае это будет происходить. Вопрос, потому что изменился, само кредитование изменилось. До 2008 года это было ломбардное кредитование под залог, в основном, и банки не смотрели, куда эти деньги, каким образом используются, или относительно не смотрели. Сейчас ситуация наоборот. Банки, ну, залог залогом, это просто как дополнительная гарантия, в принципе, смотрят поток денег, и само предприятие, его плачеспособность, куда эти деньги пойдут и так далее. Исходя из этого, если раньше можно было выдать денег под какую-то общую массу активов, которые тут в Латвии есть, более-менее ликвиденных, то сейчас можно выдать деньги под заработки, под денежную массу, которая зарабатывается здесь на месте, которая, конечно, намного меньше объем. Так что, и это, в принципе, я не вижу, чтобы это пока менялось, потому что все-таки кризис еще на свежей памяти, сейчас все ждут следующий кризис, еще чего-то. Рано или поздно, конечно, это все придет на круги своя, и, возможно, лет через 10 или 15 или 20 мы, если доживем, то увидим опять послабление кредитных стандартов и какую-нибудь проблему с этим, но пока этого не предвидится. Вот у меня фактически встали из языка следующий вопрос, последнее такое время эфира быстро идет у нас. Что касается кризиса, действительно ли Европа, ну, Латвия в том числе, на пороге какого-то нового кризиса? Мы понимаем, что, не знаю, рыночная экономика, она циклична, но действительно чувствуется, что какое-то приближение кризиса? Ну, какие-то коррекции, ну, как, в принципе, можно сказать, что коррекция в Европе уже идет, там, германская индустриальная часть экономики, да, производительная часть экономики упала, там, на 5% уже в течение, там, с прошлого лета до этой осени, да, и это, конечно, оставляет свое впечатление, но Латвия при Балтике пока продолжает расти, и экспорт продолжает расти, и производство растет, замедлилось, и, конечно, какие-то, там, проблемы будут, тем более, что генералы всегда готовятся к предыдущей войне, и мы сейчас помним вот эту ситуацию 2008-2009 года, и у нас кризис сразу просто по пониманию, по этой ассоциации с предыдущим кризисом мы ожидаем что-то большое. Коррекции наверняка будет, и тем больше проходит времени без коррекции, и тем больше вероятность, что она будет. Но я, например, считаю, что вполне Латвии она может и не быть толком до следующего созима с Сайма, но то, что в течение, наверно, там, 5 лет будут от 2 до 6 кварталов, возможно, с отрицательным ростом и понижением волового продукта, это... Даже до рецессии, да? Да, это, наверное, уже, там, ну, 50-50 как минимум, да? Так что, ну, да, кризис какой-то коррекции будет, но... Нет такого ощущения, что правительство готовится к этому, да? Ничего на черный день, я так понимаю, не оставляется, да? Живем в долг опять, я так понимаю, захваты, все повышается. Ну, к сожалению, наша хозяйственная не... Вот проблема, смотря хотя бы на наших соседов эстонцев, да, сколько мы разбазарили денег в здравоохранении, в этих политике регионов, в системе образования, просто не устроив эти системы наилучшим образом, которые мы себе можем позволить, приводит к тому, что мы все время, ну, живем за счет завтрашнего дня в долг, фактически, и так далее, и усугубляем свою ситуацию. И что будет означать, что когда придет это понижение, что придется там опять сокращать и занимать, в принципе, и таким образом финансировать госрасходы. Но, к сожалению, слишком много, все развитие в Латвии происходит либо через присоединение к каким-то институциям западным, либо через кризисы, да. К сожалению, да. Герцун гонит с нас в студии, было большое спасибо. Всего хорошего.